Приветствую вас, я понимаю, что вам тяжело сейчас, понимаю, что вам нелегко, понимаю, что вы чувствуете себя плохо, вот, и понимаю, что в вашей жизни сейчас происходит что-то, ну, далеко не самое лучшее, да, будем говорить так, далеко не самое лучшее. Тем не менее, раз вы обратились за помощью на сайт, вы сделали последующий первый шаг к тому, чтобы поменять свою жизнь, чтобы сделать ее лучше, чтобы сделать ее более радостной, более позитивной, вот. Но для этого, для этого нужно, чтобы вы все это несколько более подробно рассказали нам о том, что с вами произошло. Вот только вы говорите, что в последнее время, значит, почти каждый день плохое настроение, в последнее время, давайте попробуем сперва определить, а в какого именно времени у вас это настроение плохое. То есть, вот, с какого момента это у вас началось? Ведь это же очень важный момент, и я бы даже сказал, что принципиальный, принципиальный, потому что без этого момента нельзя понять, что именно с вами происходит и почему. Мы не можем вам помочь, если не знаем, что с вами произошло. Мы не можем вам помочь, если у нас нет информации о вас, понимаете, в чем дело. И поэтому, когда вы говорите о том, что вот мне в последнее время плохо и что я вот постоянно там расстраиваюсь, постоянно переживаю, меня любая мелочь расстраивает, вот. Это понятно, это очень тяжело для вас, но чтобы вам помочь нам нужно больше знать о вас, нам нужно знать, что с вами происходит, нам нужно знать, что с вами произошло, нам нужно знать, какие события с вами происходили в жизни. И тогда мы сможем вам помочь. То есть, нужна достаточно серьезная детальная работа по исследованию вашей ситуации. Прежде чем мы будем работать, прежде чем мы будем давать какие-то рекомендации, прежде чем это все будет, нужно исследовать, что с вами происходит. Может, может быть, может быть, может быть может. Делать даже не в психологической помощи, может делать совсем, даже вам нужна помощь не в психологах, например. Может быть, вам нужна помощь врача, например, самого обычного медика, вот, какой только может быть, если у вас какая-то проблема с физиологической стороны намечилась, понимаете, вот. Но все это нужно разбираться, совсем этим нужно разбираться. Пока, я бы рекомендовал вам, да, сделать следующее. Значит, во-первых, во-первых, подумайте, пожалуйста, да, значит, в каком момент у вас все это началось, как давно. Что послужило непосредственной точкой отсчета для подобного вашего состояния. Это первое. Второе. Ага. Полное медицинское обследование у врача, любого, ну, в частности, невролога, например, поможет вам понять, если у вас физиологические заболевания, и исключить их. И далее, если у вас ничего такого на родину вот не будет, то, конечно же, в таком случае, вам, вам, к нам, к психологам, для серьезной работы, в первую очередь, над собой. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Понимаю, что проблему это вашу не решит на сегодняшний день. Но также я понимаю и тоже, что вашу проблему нельзя решить в рамках ответа на вопрос. Слишком она глубинная, слишком она общая пока, и слишком много остается к вам вопросов. Например, вопросы про социальное положение, про семейное положение, про личное положение, про степень и уровень вашей реализованности, про уровень травмирования, ну, уровень травматичности, с психологической точки зрения вашей ситуации. Все это нужно разбирать. Если у вас останутся вопросы ко мне, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok